Этим людям не все по барабанам, они на них только играют. Участники студии Бит Бадабум уверены, настало ударное время. Потому орловские барабанщики задумали открыть первую в области школу игры на африканских инструментах. Людям нужно проявлять свою творческую энергию, куда-то направлять это. Можно и стресс, конечно, снять. Барабаны биты успокаивают лучше любых антистрессов и психоаналитиков, признаются участники студии Бит Бадабум. При игре на всех остальных музыкальных инструментах люди обращают внимание большей части на звуковысотную характеристику. То есть выше тон, ниже тон, ноты. А барабан интересен тем, что он исключает по большей части вот эту звуковысотную полосу и остается только ритм. Но всех будущих учеников барабанной школы битбадабумщики предупреждают. Главное, этими звуками дождь не вызвать или какое-нибудь секретное известие не передать. Ведь когда-то африканцы играли на барабанах именно для этого. Пока заинтересованных меньше 10 человек. Даже инструментов в студии больше, чем музыкантов. Так что у каждого участника есть возможность выбрать барабан по душе. Джембо, дунумбо или конго. Но даже если учеников станет больше, проблем с инструментами не возникнет. Как оказалось, несмотря на новое для орловской молодежи музыкальное увлечение, найти и приобрести африканский барабан, будь то джембо или бонго, совсем не сложно. Его цена варьируется от 2 до 5 тысяч рублей. Сегодня подобные школы открываются по всей России. Их ученики даже устраивают этнофестивали, где орловские битбадабумщики уже успели побывать. Каждому человеку это дано. У каждого есть внутри свой собственный ритм. Его нужно только научиться проявлять. Но точные даты открытия школы игры на этнобарабанах здесь пока не называют. Все будет зависеть от количества учеников.